В вузах столицы Якутии учатся больше 300 иностранных студентов, в их числе будущий детский хирург Эльнур Аль-Шафи Адам Исмаил. С медиком-иностранцем встретилась наша съемочная группа. Эльнур Аль-Шафи родом из Судана. Его мечта стать детским хирургом привела Эльнура в далекий север. Сначала он закончил Санкт-Петербургский медицинский университет, в ноябре прошлого года приехал в Якутск, чтобы пройти клиническую ординатуру. Но Якутию я изучал давно, когда мы проходили в школе седьмой класс. Я узнал, что такое республика Саха, где там есть много золота и алмаз. Это давно есть представление. Средители только положительные в Якутии. Якутий понравился вам? Да, понравился абсолютно. Ну, конечно, большая это холодовая проблема, но адаптировали нормально сейчас. Эльнур – потомственный медик. Его мама тоже врач-педиатр. А поехать учиться в Санкт-Петербург ему посоветовал отец, который в свое время получил там образование. Молодой человек уверен, что Якутск в будущем станет центром подготовки лучших специалистов. Я начал здесь в медцентр, в всем отделениям, которые связаны с хирургией. И сейчас я работаю в очень интересном отделении, это ожоговое, в республиканской больнице номер 2. В отделении ожоговое очень интересное отделение. Отморожение, это первое отделение, почти считается самым сильным отделением в Российской Федерации и в мире даже. Надеемся в дальнейшем, это Якутсия, это почти будет международный город в Крестнице. Весь мировой стран, стран Африка, арабские страны и так далее. Он именно выбрал наше отделение, поэтому он с осенью ходит в наше отделение и занимается учебой. Основное направление, он хочет поехать обратно в Судан и работать врачом-дельским хирургом. И направление это экстренная хирургия. Ну, оперирует, ассистирует, пока выполняет мелкие операции. И в основном стоит на ассистенциях, занимается диагностикой, лечением. Он очень работоспособный, имеет свой юмор, ну, как бы, и врачебный тоже, очень хорошо общается с людьми. Сейчас в Якутском медицинском институте проходит обучение около 40 студентов-иностранцев. Большинство – представители ближнего зарубежья. Эльнор Аль-Шафи – первый ординатор из дальнего зарубежья. Он обучается по государственной линии. Поскольку он к нам поступил по гослинии, то есть это бюджетное место через Министерство образования Российской Федерации, это вот идет через посольство Судана, через Минобор, то он получает стипендию. Но в основном, конечно, иностранные студенты у нас идут на коммерческие места. Наши студенты, у них есть возможность такая обучаться по программе «Север-Север», «Нос-Нос». Ну, это идет обучение на один семестр, то есть выбираются именно специальности, предметы, которые проходят как раз в нашем университете, чтобы потом не было в них задолженности по учебе. И на один семестр студенты уезжают с так называемыми «Северными странами», это может быть Норвегия, Швеция, вот такие вот. Да, есть такие студенты, есть или, конечно, много раз. И эта программа продолжается. Через год Ильнур закончит ординатуру и возвратится в родной Судан. Несомненно, все те знания и умения, полученные в стенах института и медицинских учреждениях Якутска, помогут ему стать хорошим специалистом. Оксана Устинова, Василий Слепцов, НВК ЦАХ Якутск.